Всем привет! Новая порция свежих новостей от Универ Ньюз ждет вас прямо сейчас. С вами я, Марина Захарова, и мы начинаем. Казанской научной школы журналистики отмечает свое 90-летие. Академия наук Республики Татарстан подвела итоги года. Как сегодня лечат грибковые инфекции? 22 декабря свой 90-летний юбилей отмечает основатель Казанской научной школы журналистики, заслуженный деятель науки Республики Татарстан, доктор филологических наук, заслуженный профессор Казанского университета Андрей Раот. Со столь крупной датой его поздравил ректор КФУ Ильшат Гафуров. 22 декабря в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялось торжественное празднование 90-летия заслуженного профессора КФУ Андрея Раота. Мы собрались вот в этом зале тоже не спроста, по одной простой причине, что школу, которую вы формировали, как бы она ни называлась, факультет журналистики, институт, сегодня высшая школа, оно продолжает те традиции, опираясь на тот фундамент, который вы заложили. По-моему, не ошибайся, вы помолодели? Ну да. Стой, парни. Пять лет тому назад мы с вами на сцене. Да, я помню. Вы помолодели. Это хорошо? Это отлично. На торжественное мероприятие в честь юбиляра были приглашены представители органов власти и средств массовой информации. За без малого 50 лет, что Андрей Раот проработал на кафедре журналистики Казанского университета, на разных должностях он воспитал и сделал профессионалами многочисленных учеников. Почти все они сейчас занимают ведущие должности в своих организациях по всей стране. Среди них и главный редактор российской газеты Владислав Фронин. С днем учителя с большой буквы. Спасибо вам, спасибо, что родились, спасибо, что жизнь отдали этой непростой профессии, этой непростой науке. А самое главное, не каждый может похвастаться, что в результате вот этой большой, многогранной, плодотворной работы была сформирована целая школа. Мы сегодня с гордостью говорим, что Казанская школа журналистики существует. И это во многом благодаря вам. В этот день было сказано много теплых слов в адрес профессора и просто хорошего человека. Оригинальности мышления и целеустремленности, которого можно искренне завидовать. Достигнув 90-летие, профессор Андрей Александрович Роот сейчас на личном примере. Учит накапливать свои личные интеллектуальные ресурсы и расти свое самосознание. Диана Шилова, Леонард Влечяров, Универ Ньюс. Делегация Японского университета Канадзавы во главе с вице-президентом прибыла в Казань для расширения сотрудничества с КФУ. Какие идеи были предложены и рассмотрены, расскажет Аделя Шамилова. 21 декабря КФУ посетил старейший партнер вуза университет Канадзавы. После насыщенного дня полным ознакомительными экскурсиями по зданиям и лабораториям Казанского федерального, японские коллеги встретились с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. На встрече был обсужден существующий на сегодня совместный проект КФУ и японских партнеров, который предполагает прежде всего студенческие академические обмены. При этом рассматриваются не только подготовка специалистов, которые соответствовали бы идеалам двух университетов, но и воспитание будущих лидеров российско-японских отношений. С этой целью планируется чаще проводить высококачественные программы сотрудничества с партнерами в России для увеличения количества студенческих обменов, а также содействовать развитию будущих региональных взаимодействий в области науки, культуры и экономики. В рамках данного проекта японская страна стремится воплотить идею русского шелкового пути знаний 21 века, который соединит Восток и Запад. В России существует традиция перед новогодними праздниками подводить итоги выходящего года и отмечая наиболее значимые результаты. И я очень рад, что в 2017 году в области нашего межуниверситетского сотрудничества произошли действительно значимые проживные изменения, поскольку заявка нашего университета, университета Каназавы на гранд-провительство Японии по программе сотрудничества между Россией и Японией получила положительный отклик. Состоявшийся висит служит хорошей отправной точкой для реальных шагов в осуществлении заявленной программы. Со стороны руководства Казанского федерального университета данная программа получила поддержку. Более того, в ходе встречи не раз высказывалось мнение о заинтересованности в интенсивном развитии отношений между университетом Каназавы и КФУ. Я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы нашли возможность принять всю нашу делегацию вместе со студентами. Цель нашей поездки – реализация большого правительственного гранта по развитию взаимодействия с российскими университетами. В сопрошедший день мы успели обсудить множество вопросов, и программу двойного диплома готовы начать уже сентября. В январе на симпозиуме, я надеюсь, мы сможем подписать дополнительное соглашение, закрепляющее наши взаимоотношения как на уровне регионов, так и по программе двойного диплома. И в заключении стоит отметить, поскольку университеты находятся в экономически развитых регионах своих стран, Республики Татарстан и профектуре Ишикава, то укрепление связей между вузами, развитие совместных научных и образовательных программ приведет и к развитию, и к укреплению экономических связей. Аделья Шамилова, Ленар Тавлетиаров, Ниверньюс. Академия наук Республики Татарстан подводит итоги года. Чего добились академики в прошлом и какие они ставят перед собой цели на новый 2018 год, тебе расскажет Олег Кашин. 22 декабря Академия наук Республики Татарстан провела отчетное собрание. Подводя итоги года, депутаты затронули достигнутые успехи Академии и выдвинули новые задачи. Особо значимым вопросом является усиление работы по привлечению молодых ученых для создания системы преемственности. В этой связи нам стремится к увеличению членов Академии наук из числа продуктивно работающей молодежи. Представляется, что нужно проводить больше междисциплинарных исследований с отечественными и зарубежными учеными, создавая временные научные коллективы и рабочие группы. К значимым показателям работы Академии наук можно отнести количество публикаций научных статей, число которых растет с каждым днем. Как отмечают депутаты Академии, за этот год наблюдается рост во всех показателях. Также на отчетном собрании выступил Рафис Бурганов, новый министр образования и науки Республики Татарстан. В должности министра это было первое обращение к академикам города. Я считаю, что наука, она должна всегда идти чуть-чуть на полшага хотя бы впереди жизни. И хотелось бы ее продуктами пользоваться, чтобы она имела больше такой прикладной характер для исполнительных органов власти, чтобы мы, опираясь на достижения науки, строили бы нормальную, правильную, грамотную, образовательную, воспитательную работу. Казанский федеральный университет играет не последнюю роль в жизни Академии наук. Ректор университета Ильшат Гафур входит в состав президиума, а сам университет активно развивает образование и науку не только в России, но и в других странах. Олег Ашин, Роман Самарин, Универньюз. Международная организация Кокрейн провела исследование лекарственных препаратов для борьбы с грибковыми заболеваниями ногтей. О современных методах лечения тебе расскажет Артем Тупичкин. Международная организация Кокрейн провела исследование препаратов, использующихся в лечении грибковой инфекции ногтей. Кокрейн изучает эффективность медицинских технологий. Центр Кокрейна в России базируется в Казанском федеральном университете. Организацией исследовались препараты, принимаемые в виде таблеток. Ученые изучили следующие вещества, входящие в состав лекарств. Гризиофульвин, препараты группы азолов и тербинофин. Грибковое поражение ногтей достаточно распространено инфекционное заболевание. Инфекция может стать причиной развития тяжелых соматических заболеваний. Почему нужно лечить вот эти минимальные проявления грибковой инфекции? Потому что при потенциальном дальнейшем ухудшении иммунитета есть всегда риск распространения развития системной грибковой инфекции. Системные грибковые инфекции лечатся очень тяжело, препараты системного действия очень тяжелые, поэтому, конечно, нужно этого не допускать. Тербинофин, азолы и гризиофульвин на основе доказательств оказались эффективными средствами в излечении инфекций и приведении в порядок внешнего вида ногтей. Тербинофин показал наивысшую эффективность из изучаемых препаратов, прием лекарств, в состав которых входят данные вещества, связан с определенными рисками. Риски, к сожалению, есть. Риски, к сожалению, есть. И максимальные эти риски выражены у препарата гризиофульвин. Далее, азолы все характеризуются тяжелыми побочными эффектами. Это тяжелое поражение печени. К сожалению, и тербинофин не лишен побочных эффектов, в том числе и поражения печени. Вопрос о системном применении решать обязательно с врачом, который позволит учесть все за и против у каждого конкретного пациента. Врачи, в том числе и сотрудники Кукраин-России, предупреждают, что использование системных препаратов необходимо контролировать. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универ Ньюс. А на этом наш выпуск подходит к концу. И пусть каждый ваш день будет наполнен только лучшими новостями. С вами была Марина Захарова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова